Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня я вместе с вами буду разбирать пустые баночки. А точнее говорить о продуктах, которые у меня уже закончились. Честно говоря, для такого рода видео я люблю собирать больше пустышек. Но тут случилась непредвиденная ситуация. Вот такая вот вещь. Я не знаю, вам видно или нет. Короче, мой синий шампунь для тонировки волос у меня очень сильно потек. И хорошо, что это теперь у меня все хранится в пакете, а не просто вот этой вот корзине. Я не знаю, как так можно делать в упаковке. Вот скажите мне, тем более для таких ярко красящих продуктов, ну сделайте обычную откручивающуюся упаковку. Ну зачем вот эта кнопка? Теперь никогда не буду покупать эту вещь. Наверное, с нее и начнем, раз тут такая неприятность случилась. Теперь у меня все пустышки будут окрашены в синий цвет. Это вообще оттеночный шампунь Prima Blonde от Estelle. Я покупала его по совету парикмахера для своего блонда, который опять у меня, видите, желтый. Но честно, мне очень лень была наносить его на волосы и ждать какое-то время, пачкать белую душевую кабину. В общем, как-то у меня он использовался раз в две недели. Давайте, раз мы уже начали с ухода за волосами, покажу вам два шампуня, которые у меня закончились. Мой парикмахер советовала мне использовать линейки только для окрашенных волос, потому что они являются самыми мягкими. И я для себя выбрала Vella Pro Serious и Delve Color Care. Если первый я уже брала, и в принципе он мне нравится, особенно запах, то второй я использовала впервые. Честно скажу, он прям чересчур мягкий. После его использования такое чувство, что у вас остались не совсем чистыми волосы. Я называю этот эффект пакет на голове, когда вам хочется прям экстра очищения, которое может дать, как по мне, только Head & Shoulders. Там прям жесть до скрипу. Но вот такие вот мягкие шампуни, ну не могу я ощущать себя свежей, чистой после них. Поэтому периодически балую себя Head & Shoulders. Сегодня у нас, кстати, много продуктов для волос. Как-то странно, что они у меня все почти одновременно закончились. У меня в руках появляется маска-бальзам от Марк Эл Косметикс. Это белорусская, кажется, вы не писали марка. Очень бюджетная, там 5 копеек она стоит. Самое смештое, то что она работает. Она помогает волосам расчесаться, они получаются более блестящими. Конечно, это не бальзам-маска, а скорее бальзам-кондиционер. Единственный минус, он очень быстро расходуется. Что не скажешь о вот таком кондиционере от кого? Не знаю, как он наценируется. В общем, мне его подарила сестра когда-то. Очень стандартный кондиционер для такого мягкого ежедневного ухода. Нужно немножечко хорошо распределять по волосам. В целом, неплохо их увлажняет, как для бальзама. Конечно же, мои пустые баночки не обходятся без мицеллярной воды. И в последнее время это только Ниве для чувствительной кожи. Мне, в общем-то, она устраивает. И по цене, и по качеству не планирую пока в ближайшее время ее менять. Я не знаю, походу, вам уже надоело ей, если честно. Еще у меня... Ну, посмотрите на это. Разве это нормально вообще? Учитывая то, что шамбунь был закрыт. Как он вообще у меня протек? Тем более, он вообще закончился. Откуда вот это вот все? Я извиняюсь сразу за внешний вид. Я сама, честно говоря, в шоке. И закончилась у меня пенка для умывания. Это корейская фирма Amore Face. У меня еще есть такой же пилинг. Он у меня еще наполовину полон. У меня, походу, позитивное мышление. Очень экономично расходуется. Прям маленькая горошинка нужна для каждого умывания. Мне нравится, как она бережно обходится с чувствительной сухой кожей. Мне кажется, для комби и жирной будет недостаточно очищения. И не забываем, что она не смывает макияж. Только слегка очищает кожу. Возможно, еще вернусь к такого рода продуктам. Но, скорее всего, закажу уже на iHerb. Из продуктов для лица у меня закончился вот такой вот еще крем. Я его покупала в Египте когда-то еще, по-моему, год или два назад. Может, когда это было? Я уже не помню, если честно. Вообще, мне кажется, вся косметика, которую я привозила с Египта, очень такая увлажняюще-питательная. Ну, я думаю, это связано с тем, что у них очень активное солнце. И там, наверное, нужно три слоя крема. Я уже видела вот такие вот на украинских сайтах, что меня очень сильно удивило. Если я найду, оставлю вам ссылку. Неплохой дневной крем. Ну что, думаю, самое время приходить к декоративной косметике. И очень, к сожалению, у меня закончился вот такой вот сиси-крем от Bourjois, который называется 123 Perfect. Он у нас для коррекции пигментации и неровности в цвете кожи. Для меня это идеальный вариант, потому что у меня очень тонкая кожа, на которой просвечивается все, начиная от сосудов до каких-то покраснений. И вот это вот средство помогает мне хотя бы внешне сделать ее нормальной человеческой кожей. На лице у меня еще и консилер. Вот такой вот от Rimmel. Он у меня тоже закончился, причем как-то очень быстро. Я только начала его распробовать, как уже внутри там уже ничего не осталось. Хотя тюбик еще активно закрашен, но там внутри точно ничего нет. Он, кстати, шел с вот таким вот маленьким спонжем. Честно говорю, не очень удобно. Я все-таки предпочитаю влажный Beauty Blender. Для меня это работает отлично, как для сухой кожи, конечно. Выбрала оттенок Light, но видите, он не такой уж и Light. Более такой натуральный, да? По консистенции напоминает слегка плотный тональник Match Perfection. Вот что-то типа такого, но более такой жирненький. Брать вряд ли еще буду. Заказала уже консилер от LA Girl. Протестируем его. Из декоративки у меня, наверное, уже третья пустая баночка. Из-под кремовых теней Color Tattoo от Maybelline. Мой любимый оттенок Cream de Rose. Кстати, уже на сайтах есть новый оттенок подобный матовый, который называется Cream de Nude, кажется. Он с таким персиковым оттенком. Если здесь розовый такой холодненький, то там тепленький персиковый. Уже себе бросила в корзинку. При будущем заказе обязательно его попробую. И не совсем такой бьюти-продукт, хотя отчасти. Это вот такие вот витамины от Supradin Active. Они у меня закончились. Покупала их очень давно в аптеке, когда у меня начали выпадать волосы. Да, у меня такое случается. Иногда, я думаю, это из-за авитаминоза. Короче, вот эта вот вещь вместе с рыбьим жиром работает просто отлично. Советую вам пить курсами периодически, не постоянно, делать перерывы. В общем, вы это все знаете. Не то, чтобы я вам рекомендовала именно вот эти витамины. Просто это больше как напоминание о том, что о себе нужно заботиться и изнутри тоже. Не только мазать себе волосы кондиционерами и маслами, но и укреплять луковицы обязательно витаминами. На этом все. Вот такие вот были у меня пустышки на этот раз. Как-то так все очень спонтанно получилось сегодня. Ну, надеюсь, вам было интересно. Вам огромное спасибо за внимание. А я вас всех целую. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok